Мы находимся в актовом зале Саровской православной гимназии, но сейчас его не отличить от учебного класса любой воинской части. Над сценой висит знамя. Столы вдоль стен заполняют макеты стрелкового оружия. А центральный стенд и вовсе как будто привезли прямиком с выставки вооруженных сил. Чего там только нет. От противогазов и металлоискателей до мин и огнеметов. Получив предложение создать в гимназии военно-патриотический клуб Павел Наваев, вместе со своими единомышленниками из общественной организации ветеранов города Сарова войн, не стал откладывать дело в долгий ящик. И сейчас на своих экранах вы видите первые ростки будущих начинаний. Здесь на территории православной гимназии мы организовали некий такой военно-спортивный праздник от обаточной солдаты, где ребята своими глазами могут посмотреть на вооружение, спецсредства современных вооруженных сил, узнать, что такое армия, узнать про воинские специальности, военные профессии, попробовать самим поразбирать автомат Калашникова, пострелять. Урок еще не начался, ребята вовсю косят глазами в сторону амуниции. Но, как и на обычном занятии, сначала теория. Что такое армия? Какие существуют виды и рода войск? В чем их задачи и где они базируются? Закрепить военную азбуку помогает небольшая викторина, где, проявив немного смекалки, нужно угадать зашифрованное слово. Награда за правильный ответ – погон курсанта. Впереди самое интересное. Обступив стол, дети изучают вещевые мешки из разных эпох. Ручной противотанковый гранатомет «Муха», который сначала назвали «Базукой». И «Муху» побольше. Реактивный пехотный огнемет «Шмель». По словам духовника православной гимназии отца Владимира, любовь к родине и готовность защищать ближних – это не только гражданская, но и христианская ценность. Бог есть любовь. И кто в любви пребывает, тот в Боге пребывает. Далее Господь говорит нам словами Евангелия, что нет больше той любви, кто душу положит за други свои. То, что знаем мы, должны знать наши дети и наши внуки. То есть хранить ту память, которая передается нам с поколения в поколение. Любовь к родине, к своей отчизне, к своим родным и близким. Это очень важно в наше время. После знакомства с вооружением и другими военными атрибутами ребята смогли пострелять, попробовать свои силы в сборке и разборке автомата. И в завершении урока для них подготовили две мини-игры. Лазертак и танковый дуэль на радиоуправляемых моделях. На вопрос о том, зачем все это нужно. И что произойдет, если отказаться от патриотического воспитания, Павел Наваев дал исчерпывающий ответ. В этом случае не будет ничего. Не будет государства, не будет родины. И если в младшем возрасте не показывать, не объяснять детям, что такое патриотизм, что такое родина, как защищать родину с оружием в руках, мы свою страну потеряем. Константин Перевозчиков, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.